Приветствую Всех у себя на канале Уважаемые коллеги Сегодня я хочу поделиться с вами Очередным упражнением Которое я увидел В Академии Московского Спартака И когда возил детишек Совсем недавно на просмотр Очень классное упражнение Считаю, что его можно Адаптировать в свой тренировочный процесс И думаю, что неважно Даже каким возрастом вы занимаетесь Вот Даже во взрослой профессиональной команде И тоже считаю, что это упражнение Будет актуальным и полезным В целом, что хочется сказать Что взял упражнение у своих коллег Считаю, что это нормальная практика Если мы берем упражнение Неважно где, находим мы его В интернете Или мы же сами придумываем Если мы понимаем, для чего это упражнение Какую пользу оно может принести Своей команде Которую тренируем Актуальны ли они вообще Для этого возраста Считаю, что нет ничего страшного Нужно брать Перенимать опыт Коллег своих И упражнение такое Что его в зависимости от Вашей основной задачи В тренировочном занятии Можно корректировать Если у вас основная задача Ведение мяча Соответственно, мы можем Увеличить размер площадки Если же основная задача У вас дриблинг Соответственно, можно площадку уменьшить Где будет Дефицит пространства И соответственно Футболисту придется больше Больше с мячом Дриблинг Ну и взаимодействие В малых группах В быстрой атаке Сейчас я вам наглядно продемонстрирую Визуально Как это выглядит Вот вы можете наблюдать На видео Что два футболиста Красно-черных Атакующие Расставлены по диагонали Друг от друга У конусов Синий же Вот третий и пятый номер Обороняющийся У нас двое малых ворот И также голкипер Который играет за Синий-голубых Девятый номер У нас Отскакивает под передачу Дает предложение В это время Десятый номер Отдает передачу И как только пошла передача Команда обороняющихся Вот Третий и пятый номер Могут идти в отбор Тут задача Девятого номера Как можно быстрее Принять себе мяч вперед И создать Ситуацию два в один Пока третий номер Не успеет вернуться Задача же пятого номера Сдержать атаку Быструю Чтобы не прошла передача Закрыть линию передачи Ну и не дать продолжить В то же время по флангу Вскрытие обороны В случае если Игроки обороны Перехватывают мяч У них задача Быстро завершить В малые ворота Передача В малые ворота В случае же Если вратарь Отбивает мяч Задача Быстрый ввод мяча Синенькие Быстрые должны провести Свою атаку И передача В малые ворота Причем тут неважно Вратарь намертво Зафиксировал мяч Либо же отбил Рядышком с собой Быстро встает Подбирает мяч И в это время Атакующий Выстреливает в атаку И завершение Ну и заключительный вариант Футболист Который наносит удар Поворотом Не попадает В створ Можно Чтобы рядом С вратарем Стоял Тренер По вратарям Либо же помощник Главного тренера Быстро подает Мяч вратарю Снова вратарь Быстрый ввод мяча И завершение Можно же Чтобы просто Мячи лежали В створе Вратарь быстренько Сам подобрал Любой ближний мяч И быстрый ввод Мяча Обязательно Во время упражнения Делаем стоп-кадры Останавливаем Вносим корректировки Указываем Ребятишкам Внимание На те детали Которые для них Могут быть непонятны То есть Футболист с мячом Задача Быстрое ведение Скоростное ведение Пока Защитник Который бежит сзади Не успел Сократить дистанцию И не вступил в перехват Футболист Который открывается Обязательно Чтобы открывал Линию передачи Обороняющийся Футболист Задача Пока он обороняется Один Пока защитник Партнер Еще не успел Добежать Сдержать Максимально Закрыть линию передачи Не давать Обыграть во фланг Правильное расположение Корпуса Правильная передача То есть Указывайте Обязательно Детям внимание На вот эти детали Ну и Соответственно Мы одновременно Мы можем Еще и тренировать Ввод мяча От вратаря Поэтому Если вам Понравилось Упражнение Будете применять Либо кто-то Уже делает Такое упражнение Обязательно Оставляйте Обратную связь В комментариях Также прошу Подписаться на канал Оставляйте Своё мнение И Желаю Чтобы это упражнение Пронесло Большую пользу Вашим детишкам Продолжение следует